Очень часто бывает, что вы людей провоцируете в результате этими поступками. А чем мы можем их провоцировать? Я не знаю, вышел человек из магазина, вернее, он вошел в магазин, поставил машину, вышел, нормально, весело, видит вас, и видно по лицу, как у него начинается реакция. Да? Он начинает хамить, так? Мы собираемся выбивать клин-клина. Мы просто-напросто показываем, что нужно хаму вставить на место. Так, вы не согласны клин-клину? Есть такое выражение, замечательное, самого придумал, копирайт поставил. Дерьмом грязь не вымыть. Вот если мы видим хамство, вот и вначале было слово, и слово было Бог, и слово было у Бога. И самое интересное, что вот есть пример явный, активный, когда можно что-то показать. И когда, например, при нашем дорожном движении, при наших развязках, а мне некуда больше поставить, я сделал четыре круга, мне срочно надо куда-то деваться. А, Андрей, то есть вы не любите вот это движение? Не люблю движение, потому что, еще раз, говорю, дерьмом грязь не вымыть. Они имеют право на собственное мнение, я в любом случае за активность вместо пассивности, но при этом, при всем, я считаю, категорическую ущербность в том плане, что они хамят, они реально хамят. Так, ну-ка, пожалуйста. Хорошо, рейды проводятся в тех местах, где достаточно парковок, тех же самых платных. Если у вас недостаточно денег поставить свое транспортное средство на эту самую парковку, извините, пожалуйста, найдите место, где поставить. Пройдите два квартала, пройдите три квартала. Почему другие люди, сотни тысяч, должны стоять в пробках, вылезать из машин, друг друга бить и точно так же по-хамски себя вести, только из-за того, что вы поставили так свою машину? Ну, во-первых, где объективная категория, что вы говорите именно о том, что говорите, то есть у меня не было экспертной оценки, где вы это проводите, первое. Второе, вы не провоцируете человека на какие-то неадекватные действия. То есть я еще раз говорю, я не поленился, просто-напросто, вот мне, во-первых, было интересно, что вы делаете, ну, с самого начала, когда вы начали это делать. Я четко видел всю абсурдность ситуации. То есть вы, да, вы вроде бы делаете хорошее дело, но, во-первых, вы делаете с таким каким-то прям пиететом сладострастным, вы же снимаете себя. Какие вы молодцы, смотрите, как круто все получается. И у меня возникает желание, а пойду-ка я порядок наведу, а вот что ты тут лежишь, дайте-ка пну тебя, ну-ка проснись, у меня город-герой, у меня Петербург, а ты вот лежишь здесь, а у тебя инфаркт. Ну, бывает, я подумал, что ты пьяный. Осуждение – это очень мощный фактор, потому что хам, он считает себя героем, а если он увидит, что люди его таковым не считают, а наоборот осуждающие, по отношению к нему. Осуждение, но не хамство. Каким-то образом в движении СтопХам пытается хоть что-то сделать и расшевелить, да, пускай так, пускай где-то шероховато или кондово. Но в Париже невозможно себе представить такую ситуацию, что кто-то кому-то будет бить морду из-за того, что машина не там стоит, потому что там ее просто тебе не дадут поставить в неположенном месте. Вы знаете, как в Париже паркуются? Знаю. А вы повидели кинем с бампером? Все парижские машины с разбитыми бамперами, потому что, когда я подъезжаю, у меня нет места, я толкаю переднюю машину, толкаю заднюю и встал. Кто будет в Париже, посмотрите на машину. Слушайте, они не относятся к машине, как какой-то невероятной роскоши. Не в этом дело, а мне не нравится, что к моей машине относятся так. Почему я должен к этому относиться снисходительно, предположим? Поэтому говорить о том, что где-то кто-то поведет себя по-другому. Никогда не веди себя по отношению к другим так, как ты бы не хотел, чтобы... Я почему и говорю. Вам понравилось, что на ваши очки лепят стоп-хам какой-нибудь? У вас очки неправильная форма. Ситуация, в которой на личном уровне надо хамством отвечать, на хамство, потому что никакое другое решение просто невозможно. То есть присторонить хама? Посмотрите на меня. Можно поверить, что на меня на дороге люди нападают в машинах? Нет, еще знаю, какими боевыми случаями владеете. Секунду, вот вы ошибаетесь. Вот на наших дорогах, вот последний раз, это был в январе месяце этого года. Вылезают люди, которые смотрят, видят меня, продолжают дальше идти своим путем. Но один маленький нюанс. Да, я выхожу, я проблему решаю, поверьте. Но я их не искал. Вот когда каждому не устранится от решения задачи, но искать не будет. Я не искал этой проблемы. Она меня сама нашла. Вот тогда делайте. А вот когда сам ищешь, ты эту проблему инициируешь. Вот в чем разница. Я не хочу их назвать хамами, я так не считаю. Но когда я, например, ну я не вожу машину, например, кто-то выходит из магазина и видит, как на его машину наклеивают наклейку. Это получается замкнутый круг хамства и хамства. Вот замкнутый круг, я согласна.